Сергей Ловыгин популярный российский актер, прославившийся благодаря участию в развлекательной программе «Большая разница» и телесериалам «Кухня» и «Мамочки». Сегодня он не только блестящий артист комедийного жанра, но и глубокий драматический актер, провивший свой талант в полнометражной ленте «Жажда» и в военном сериале «Операция Валькирия». Актер родился и вырос в Москве в семье, не имеющей никакого отношения к театру или кинематографу. Оба родителя связаны с наукой, и мать, и отец актера физики и математики. У Сергея есть родной брат, который был профессиональным спортсменом, а затем стал заниматься собственным бизнесом. День рождения Сергея 27 июля 1980 года. Пришелся на знак зодиака – Лев. По словам актера, он с раннего детства мечтал попасть в телевизор, но до 14 лет это желание было сумбурным и вовсе неопределенным. В подростковом возрасте мальчик увлекался школьным театром, посещал кружок актерского мастерства, где стал играть в детских постановках. Окончательное решение стать артистом пришло после успеха в летнем лагере – одной сценке этюдов, в которой Сергей сыграл пилота, потерявшего сознание в кабине самолета. По сути, трагическая ситуация благодаря таланту юного Ловыгина превратилась в зажигательную комедию и имела большую популярность у зрителей, и поэтому Сергей еще несколько раз повторял постановку на школьных концертах. После окончания школы Сергей Ловыгин с первого раза поступил в престижное высшее театральное училище имени Щепкина и занимался там на актерском факультете у Владимира Алексеевича Сафронова. В студенческие годы будущий актер больше всего любил наблюдать за прохожими на улице и не только перенимать походку и поведение окружающих, но и предугадывать характеры и настроения незнакомых людей. Такое хобби в дальнейшем помогло лучше вживаться в образ. Окончив театральный вуз в 2001 году, Ловыгин поступил в труппу Московского театра юного зрителя, где работает до сих пор. За это время на театральной сцене Сергей сыграл не один десяток ролей, наиболее запоминающиеся из которых Мистер Смит и Питер и Пенни, Шарик в Двух и Клёнах и Кастиньо в постановке Кавалер Призрак. Также актер сотрудничал с театром ДОК и Центром имени Всеволода Мерихальда. Сергей Ловыгин получил опыт телеведущего после того, как вел программу сериалити на канале МЕН-ТВ, в котором рассказывал зрителям о новинках кино, выходящего на DVD. Также участвовал в популярном развлекательном шоу «Большая разница», в котором начал сниматься с 63-го выпуска. Творческая биография Сергея Ловыгина началась в 2003 году. Актер сыграл Василия Завирюху в мелодраме о временах хрущевской оттепели «Здравствуй, столица». Эта роль не принесла ему большой известности, затем актер снимался во многих отечественных сериалах и кинокартинах, в которых на сегодняшний день в фильмографии Сергея Ловыгина насчитывается не один десяток. Среди первых работ артиста числятся телефильмы «Адвокат 2», «Шпионские игры», «След» и «Жизни капитана Черняева», эпизодические роли в детективных и криминальных проектах ничуть не смущали артиста. Сергей нарабатывал сей рейтинг узнаваемости у публики режиссеров. Популярность актеру принесла роль Арсения Чуганина, повара, универсала которого все называют Сеня в комедийном ситкоме «Кухня». Ловыгин превосходно справился с образом веселого, но вороватого кулинара. Вместе с актером Михаилом Тарабукиным, играющим Федя, Ловыгин создал самую комедийную пару сериала. Актер говорит, что на улице его узнают именно как Семена и часто окликают именно этим именем. Даже иногда делают замечания по поводу поведения героя в ситкоме или советуют перестать воровать продукты с кухни. Всего создано 6 сезонов многосерийного проекта, один документальный телефильм о съемках. В 2014 году был снят полнометражная лента «Кухня в Париже». Главные роли в фильмах франшизы сыграли Дмитрий Назаров, Марк Богатырев и Лена Подкаминская. Как исполнитель камео в сериале появляется актер и шоумен Дмитрий Нагиев. В начале 2017 года появилась полнометражная картина «Кухня. Последняя бита», но во время разработки проекта у второго полнометражного фильма поменялась концепция. Практически сразу после начала трансляции «Кухни» Сергей Ловыгин получил яркую роль. Мордоворота Толика в народной комедии «Жоры Крыжовника. Горько», где главных героев представили Сергей Светлаков, Юлия Александровна, Ян Цапник и Елена Валюшкина. Продолжая сотрудничество с популярным режиссером, через год артист появился во второй части кинофильма, а затем снялся в кассовом проекте «Самый лучший день». В психологической драме «Жажда» Ловыгин перевоплотился в основного персонажа Пашку. Вместе с партнерами по кадру Михаилом Грубовым и Романом Курцыным Сергей стал обладателем спецприказа «За энергию и обаяние». Еще один популярный фильм с участием Сергея Ловыгина – кинокомедия «Мамочки» в сериале, рассказывающем о жизни трех лучших подруг – многодетной матери, молодой мамочки и незамужней дамы. Актер играет Романа «Мужа под колбулучника» – одной из героинь, роль которого исполняет Светлана Колпакова. Сергей говорит, что несмотря на комедийность и легкость образа, этот герой дался ему непросто, так как совершенно противоположен характеру Ловыгина. Интересно, что Колпакова и Ловыгин в первых сериях картины постоянно показывали именно семейные ссоры, поэтому актеры обратились к сценаристам с просьбой добавить в эпизоды с участием героев больше романтики, что положительно сказалось на реалистичность сериала. 28 ноября 2016 года состоялась премьера нового комедийного российско-украинского сериала «Отель Леон», спин-оффа и непрямого продолжения, ставшего популярным кулинарного ситкома «Кухня». В этом проекте Ловыгин вернулся к роли Арсения Чуганина, который из повара-универсала превратился в шеф-повара, а сама роль перешла из старостепенных в разряд главных. 20 апреля 2017 года актер сыграл эту же роль в полнометражном фильме «Кухня. Последняя битва», которая завершала и дополняла сюжет сериала «Кухня». За день до официальной премьеры фильма Сергей Ловыгин и Дмитрий Назаров стали гостями ток-шоу «Вечерний урган», в котором рассказали телезрителям об отличиях нового фильма от предыдущих, поделились изменившимся отношением к ресторанному бизнесу и продемонстрировали, как пять лет съемок сплотили их актерский состав. Также в апреле Ловыгин появился в передаче о путешествиях Андрея Беднякова, проводник, в котором показал туристический маршрут молодого папы, по Амстердаму. Предложенная Ловыгиным программа «Дня» стала нетипичной для выбранного города. Актер рассказал о семейных развлечениях и не упомянул о знаменитых кафешопах или квартале «Красных фонарей». В 2015 году актер похудел, до и после похудения разница оказалась заметной. Актер признался, что этим сильно расстроил сценаристов, которые прописали в сюжете ряд шуток по толстяковым поварам. Комедийные ситуации, связанные с весом персонажа, теперь смотрелись нелогично и неактуально. Сегодня вес актера составляет 73 килограмма при росте в 171 сантиметр. Похудеть Ловыгину не помешали даже постоянные разносолны на работе. Актеры из сериала «Кухня» часто готовили настоящую еду под руководством профессиональных поваров, а приготовленные за съемочный день блюда и вовсе съедали. По просьбе журналистов актер раскрыл секрет диеты. По словам Ловыгина, главное питаться по чуть-чуть каждые несколько часов. Кроме того, артист рассказал прессе, что его коллеги были уверены, Сергей худеет из-за нечастой любви. Но в личной жизни у Ловыгина и вовсе нет проблем. Сергей Ловыгин до недавнего времени состоял в гражданском браке с актрисой Анной Бегуновой, которая в сериале «Кухня» является экранной женой героя Ловыгина. В начале 2016 года пара объявила о скором рождении первенца. 9 марта 2016 года у Анны и Сергея появился сын Федор. Других детей ни у Ловыгина, ни у Бегуновой нет. Оформлять отношения официально актеры не торопились, так как считали, что свадьба и штамп в паспорте не повлияют на их истинные отношения. У актера есть необычное хобби. Он увлекается медициной, читает профильные статьи, смотрит в интернете видео реальных хирургических операций. Изучает медицинские энциклопедии, чтобы владеть терминологией. Сергей Ловыгин ведет аккаунт в Инстаграме. У страницы нет синей галочки, официальной верификации. Но на странице появляются селфи актера, фото из повседневной жизни Ловыгина и встреч актера с друзьями и коллегами, что дает повод верить в то, что профиль ведет и вовсе не какой-то фейк. В 2017 году Сергей Ловыгин продолжал сниматься в «Отеле Элеон» и появился во втором сезоне сериала. Новый ситком завоевал любовь телезрителей и, как отмечают создатели сериала, заполнил пустоту, образовавшуюся после совершения сериала сюжета кухни. Поэтому «Отель Элеон» получил продолжение в третьем сезоне, съемки которого начались 13 июня 2017 года. Также в 2017 году актер появился в картине, не связанной и вовсе с франшизой кухни. Сергей Ловыгин сыграл второстепенную роль в криминальной комедии «Форс-мажор». В мае 2018 года в СМИ появилось сообщение об изменениях в личной жизни актера. Избранница Сергея Ловыгина стала актриса Мария Луговая. По мнению репортеров, отношения между молодыми людьми начались еще в начале этого года.